здрасте друзья мои так шуточно всего это да там мир это коронавирус бродит значит голубей тоже будем спасать от коронавируса это конечно шутка дорогие мои но самый такой крутой природный антибиотик еще никто не отменял и к тому же этот антибиотик не убивает полезных микробов и бактерий в организме любого живого организма тысячелетиями вот это чудо препарат под названием чеснок люди пользовались и помогал и по сей день она помогает другое чудо при это да препарат это препарат реально препарат это таблетки это имбирь знаете дорогие мои кусочек имбиря головка чеснока но мне как бы морков крупный на одну две штуки морковки где-то с килограмм но это для меня вы можете поменьше делать это где-то на около 100 штук голубей подходит где-то килограмм творога и пол кило домашнего сыра и соль где-то на такой объем объем короче пойдет столовая ложка без верха соли можно чуть меньше даже прокручиваем через мясорубку но творог не надо прокрутить сыр можно и на терке делать можно и через мясорубку большой разницы нету сейчас прокручу все это и потом дальше покажу друзья мои значит для удобства сначала прокручиваем сыр ну либо через терку потом чеснок и имбирь это хорошенько мешаем после этого добавим сюда творог опять хорошенько помешаем и последнюю очередь сделаем морковь мешаем и самый последний это соль сыпаем и тогда перемешиваем очень хорошо потому что твороги что надо будет вилкой раздолбить она кусками идет нужен то есть такого типа значит сыр имбирь чеснок помешали наши творог опять перемешали даже морковку перемешали соль опять перемешали вот таким очереди да и прикормку если не говорил скажу после того как сделали ну хотя на полчаса дайте пусть я сейчас на паузу поставлю высыплю потом покажем на вкус очень приятные даже сами можете для себя делать понимаете кроме пользы ничего нету что для голубей что для людей что для остальных животных короче сыр творог натуральный кальций фосфор топ-50 чеснок имбирь это антибиотики очень хорошие соль помогает геноене то есть морковь витамин у нас вот там часто говорят там буквально вчера вот читаю комментарии и чудо лекарства чудо прививки там это да там не только прививки там не только антибиотики там плюс еще витамины дорогие мои вы их проверили там на самом деле есть витамин или нет здесь я на сто процентов знаю что тут есть витамины понимаете тут я уверен на тысячи процентов что есть витамины что вы творят голуби тоже видите как они его сметают а кто их проверил то в этих лекарствах витамины это с одной стороны даже если они и есть понимаете но люди так с такой уверенности говорят как будто они сами все вот эти лекарства делали понимаете но это глупо это неправильно ну теперь начну по настоящей теме да ну вот это прикормки делайте давайте но очень сильно помогает в общем значит поймал человек начнем с анекдотом поймал человек золотую рыбку загадай желанием отпусти меня тут нету мне желания ну что-то как-то там думал 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 короче ладно пусть все менты горит меру горит по этой речке короче половую гробах ну зачем так но есть хорошие менты избит плохие менты да ну ладно тогда мы искусить хорошие менты хороших горобах плохие менты нет плохих горобах так вот дорогие мои конкретно для меня для остальных трезвых трезвомыслящих людей все эти антибиотики и все эти прививки всплывут они дрова нам они не нужны буквально вчера тоже вот этот но подру шумского выставил карман даже не ролик а это как бы новая живая вакцина лосота то есть я еще раз говорю живая лосота мертвая лосота без разницы для меня конкретно все это не существует в доказательство скажу я три года каждый божий день показывать мои голубей пусть во всем мире во всем мире я один во всем мире пусть кто-нибудь хотя бы месяц покажет привитую или леченую птицу в таком же состоянии который я пока никто вам не пока ну зато ребята которые следят моими советами делает вот эти советы они уже покажут такие голубей и показывают такие и вот когда очень часто говорили вот там это да учитель вот на таких учеников я всегда радуюсь и на балабола она настоящих которые как бы добиваются результатов не на словах на самом деле состояние голубей сколько у меня птицов буквально ну сколько там за это два-три месяца зимний месяц около 100 штук я пустанов 60 штук только эльгару отдал не считаю остальных ребят представьте как это у меня тут на всего там чуть выше 32 или 33 пары голубей вот это и есть реальные результаты и эти не слова говорить можно что угодно что угодно что угодно а показать невозможно я лишь каждый раз показываю каждый больше раз пока в каком состоянии чу как что творится значит из ребят спрашивают я на я вчера так приходится написал но это тут она понимаете там каждый как бы пытается протолкнуть свою вакцину эту вакцина как бы продавала за люди как бы заинтересованы нам надо себя задать а в чем мы заинтересованы ведь мы же не тьмям а журной боли таблетки когда у нас зубы не более мы же не беру вот головной боли таблетки когда он раз голова не бали мы же не пьем от панноса таблетки когда у нас за пол или наоборот мы не пьем расслабляющий когда у нас понос зачем вот все вот это просто кто-нибудь может реально объяснить зачем и не понимая ну вы помните до моих роликов как бы в основном ребята выставляли как бы это да бакинскую титул как только появились мои ролики как уже потянули за этими голубами там и понравилось теперь плавно все перешли это армянские голубы ну сами понимаете на очень многие пищи мои армянские буквально вчера были бои бакинский сегодня стали мои армянские то же самое буквально вчера там почти 100 процентов говорили что птица прививаю сегодня они уже говорят мы не прививаем но не желать не проявивая на самом деле это туда часть конечно понял что этого нельзя делать не закормить ну а все равно основная часть все равно делать потому что ну как вот это понимает что такое понимая прекрасно там свиной грипп там сибирские язва того сейчас пошло коронавирус все это прекрасно понимаем для чего все это делается зачем это делается какие спасения ведь это тоже самый коронавирус это еще был тридцатых годов по прошлом столетии в общем ну понимаете лекарства до нашли там как бы приглушили а вирус то все равно начал мутироваться нет лекарства сейчас не помогает поймите дорогие мои есть одно лекарство которое спасает от всего от всего это лекарство называется собственной иммунитет и убивать собственный иммунитет голубей не знаю но убейте вашу сначала вы же себя любите больше чем голубей вот представьте себя если с вами что-то произойдет кому они нахрен нужны будет вашей голове вашим детям точно не нужно будет жена тоже точно не будет вот у меня два сына и неинтересно это птица эта птица интересна моем доме только мне и практически девяносто девять процентов голубятников это прекрасно понимают что только нам эта птица нужна ни детям ни соседям ни остальным эта птица не нужна ни родственникам нам именно нужно то есть зачем вот эти голуби если вас не будет ну давайте спасите себя первую очередь потом уже за голубей возьмете начните прививать себя от всех болезней от всех смертельных этих на недуг там посмотрите как у себя чувствуете вы лечитесь выздоравливаетесь или через полгода ногами перед вас вынесут понимаете дорогие мои не в обиду ну да у фармацевтов это бизнес у ветеринаров это бизнес понимаете даже вот ну так двух словах объясню да вот лечение рака у нас что народ не может ученые не могут найти лечение рака спасение от рака да конечно но смогут ли даже если человек нашел это лечение рака сможете он протолкнуть нет конечно если понадобится его весь род уничтожил просто в один момент при это на представьте себя по всему миру сколько рабочих мест освободиться сколько оборудований многомиллиардные может триллионными оборудований короче оборудование испортится сколько лекарства добудет кому это выгодно выгодно нам чтобы нашли лечение а лечащих наши и не выгодно понимаете это вот вы будете пить кувалдой под той руке который вас кормит ну какой дурак так поступит да ни один дурак не поступит но представьте себя не будет больных зачем тогда больница ответ элементарно нам есть о чем думать нам голубятников но даже с николай ивановичем шумским да там он очень грамотный ученые хорошие ученые ничего не скажете так же как у нас был такой талантливый ученый сахаров который создал водородную бомбу но человек сам под конец жизни признался если бы я бы знал что я создаю я бы никогда этого не делал я думал я это делаю во благо человечества но я сделал против на уничтожение человечества то есть водородная бомба который сахар в академик сахаров создал это не во благо человечества это бомба может уничтожить мир то есть человечество понимаете да как ученый он талантливый но нужны ли нам такие сахары мне лично они такие сахары на хрен не нужны человек который создает науку который создает технологию которая может нас уничтожать мне такие ученые не интересно пусть они будут очень хорошими человеками людьми пусть они по непонятке все это сделали но пусть лучше не будет такая такая наука чем есть она ну я думаю вы понимаете о чем я говорю в голове то все равно мозги есть там понимают черты это чё к чему идет поэтому дорогие мои начинается для многих как плыть племенной сезон мне этот вопрос часто задают когда у вас начинается племенной сезон я всегда отвечаю она у меня не начинается и не заканчивается она у меня идет круглый год лучше если для кого-то начинается племенной сезон да элементарно просто включите мозги и подумайте даже такие нормальные доктора беременным женщинам запрещают использоваться антибиотиками прививками нельзя беременных женщин это да прививают просто в один момент подумайте голуби я показывал яйца убрал через пять минут новые яйца у них этот сезон это беременность недели у курей вообще одна сутки на следующий день они несут смотрите что мы делаем мы уничтожаем то есть мы рождаем больную потомство который уже лишен иммунитета поэтому выбор ваш хотите мучиться всю жизнь кормить нравится вам это так как в анекдоте один поднялся на 16 этаж оттуда головой падает из глотает таблетка поднимается опять себя скидывает башкой вниз опять стал старыхнулся опять и так подряд несколько раз там другой стоит смотри подходит слышали дорогую быть стою ведь ничего не могу понять ну ты головой подышки понятно короче а вот за что ты там таблетки голода знаете вид у каждого свои головные боли не создавайте вам такие головные боли я еще раз говорю птица ваша вам решать прививать пропоить кормить бошки оторвать выкидывать гонять не гонять точек все это ваше ваших руках как и ваши дети вы можете их правильно воспитать поможет неправильно воспитать все ваших руках но если допустим на данный момент там европе с этой вакцины прямо жестко там заставляют но давайте мы не забудем что мы здесь можем на улице там подойти пидораса называть пидорасом и нам все это да за это ничего не будет а если в европе подошли сказали за это вас могут посадить но это европа это не мы и зачем нам такая европа зачем нам такие ценности дорогие да там где-то заставляет но опять же то что заставляют это не говорит о том что надо самому это делает мы же отчасти все это делаем добровольно потому что мы сами в эту панику верим мы сами верим чтобы воробьи эту заразу заносит нам мы сами верим что если не прививать это птица сдохнет на все вот это а вот элементарные вещи которые было тысячелетиями тысячелетиями уже на притяжении пяти тысяч лет эта птица но для человека они не болели почему не болели что они на самом деле не болели как может быть даже вирус и то болели вирус это умирает как может это ослабевает как может голубь там или человек или тон нет просто при постоянном вгоне при свободе больную птицу забирал хищник которым бог создал именно для этого а не для того чтобы люди его уничтожали то есть мы убиваем наших природных докторов которые реально приносят пользу это хищная птица и мы убиваем одновременно еще иммунитет этих голубей потому что больную птицу хищник не забрал он вернулся к голубяки потом надо будет всю птицу лечить всю птицу но если вижу и получилось бы лечить понимаете ведь лечение то нет от антибиотиков пока антибиотики прививки действуют в организме голубь живет но как говорил мой покойный отец горит и собака живет и кошка живет и человек живет жизнь у нас у всех разные ну и как в этом да там советском анекдоте не пить не курить не гулять там жизнь отдашь за стороной да конечно там на хрена мне такая жизнь на хрена такая жизнь им нужна вы им задали этот вопрос вы хоть у них спрашивали дорогие мои гулюшки вы хотите что я вам антибиотиками пичкал в общем или там вакцинации там или по этот вот это видите с какой удовольствием они едят и спрашивать не надо то что я вот даю голубяные и спрашивать не надо они бодрые гордые вежливые здоровые плодотворительные плодовитые все четко вот за это они мне спасибо говорят бабки ходить не надо просто по состоянии а когда вы их кулите 45 суток эта птица мучается как минимум и в это время это же привитая птица который является переносчиком этой заразы это больная птица пока у него иммунитет не срабатывается перелетает другую голубятник и начинает это да там заразить остальные почему и сейчас вот очень многие которые поняли что такое прививка уже спрашивает прививаешь голубей да мне такие не нужны да нет я там два года там они уже поняли понимаете как с каленами гвоздями да кто дорогой их колюты они уже поняли что народов выкупил и мне интересно это привитая птица потому что многие понимают что привитая птица это не здоровая птица это привитая птица она всего-навсего привитая искусственно занесенная в это на вакцина болезни понимаете что творится есть элементарное правило который гарантирует здоровье вашего голубятни который тысячелетиями работали это хороший корм свобода гон голубей и никаких проблем у вас нету свобода его все две параметры ну и чистоту так поддерживайте хотя братья для себя потому что вы сидите в этом голубят не не думаю что вам приятно когда заходите кого в этот голубят и и об колено в дерьме хотя раньше и многие там годами не чистили и птица не болела но птица не болела не из-за того чтобы там голубяки не чистили потому что корм был хороший и птица была в гоне больную птицу хищник забирал больная птица не возвращалась к вам голубят буквально вот ну мне там я как-то двух словах говорил там проблема там два дня подряд рано утром выезжал лучше практически приехал домой не успел корм обработать то есть как бы плохо стало с кормом это за не стал и обрабатывать я уже более десяти лет каждый раз это да постоянно обрабатываю метанку пороться уже корни стал обрабатывать захожу голубят не короче смотрю у трех песку на вот здесь там и там короче да у трех песку на клюв приоткрытые они когда сидят у них клюв не должно быть приоткрыты у песку новowie должен быть закрыты и горлышко сейчас я попробую показать обратите внимание на горлышку песку Marki робот горлышко вот здесь должна быть до латки из не должна войти потючу кушать хочешь должна быть гладко здесь не должны быть никакие шишки в горлышке. Вот, вот горлышке не должны быть шишки. Должна быть чистой, гладкой горлышкой. В общем, смотрю, вот видите, да, клюв закрытый, не приоткрытый. У всех должен, без кунов должен быть клюв закрытый. Кого бы я не показал, везде будет та же самая песня. Не знаю, я там что-то там они... А, вот они. То есть, этот, клюв приоткрытый, взял, посмотрел, ну такой маленький там, ну как пшеница, вот такой белый пошел уже. Ну как, это, да, грибок, желтая пробка. На следующий день я приехал. Эти три пескуна мне как воздушные шарики надулись. они как воздушные шарики надулись, потому что плесень, грибок надувается. Вот она у меня, йогс. В общем, это на основе йода сделано, пшекается горло там. Ну, я как бы... как-то рассказывал там о спинтах этих, короче, это очень хорошо помогает. У тех этих троих, которых не было первого идея, появилось опять с размером все это, зернышки. А у первых троих за один день просто горло забило, короче, и все, там уже не... Ну, они тоненькие, у них слизистая очень тоненькая. То есть, это, да, там, короче. Трапки с куном я украл. Эти троих повшикал, они сейчас нормально. Вот, вот, сиди. Там сиди. Да? То есть, что получилось, дорогие мои? Давайте анализировать. Новых голубей не привез, ничего не давал, воробьи не прилетели, то, ничего не было. Единственное, был корр. То, что я два дня давал необработанный корр. В общем. В эту же ночь я взял, обработал, короче, корр, все, на следующий день у меня, у других, ничего не получилось. Причиной является корм, 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 еще раз корм. Отвратительный корм. Начните обрабатывать этот корм, там, начните чистить его, промывайте, высушите, перед употреблением, как бы, да, ну, как вы яблоко берете, едите, хотя, это, да, там, вы же гнилые места очистите, потом едите, а не ешьте гнилое яблоко, ну, едите, будет плохо. Хотя, там, через микроволновку пропустите, хотя у нас многие говорят, микроволновка не помогает. Ну, как не помогает? Температура, да, качество теряет, полно, там, ничего не скажешь, но очень многие убирают, очень многие микробы, бактерии не выдерживают термообработку, дорогие мои. Как бы нам не сказали наши любимые ветеринарные врачи, понимаете, они работают для себя, думают для себя, для нас, а для себя именно. хотите работать на них, работайте на здоровье, хотите работать на себя, тоже, как я работаю, на себя, я делаю для себя, можете, все это есть, все это показываю, посмотрите, делайте, в общем, дайте счастье вашим голубям, не мучайте их, эта птица не заслуживает, чтобы их мучили, понимаете, а мы их мучаем, но я конкретно не мучаюсь, про себя могу, спокойно голову на подушку поставить, и перед всем вышлем быть спокойным, что я не мучаю их. Так что, дорогие мои, выбор, еще раз говорю, ваш, что делать, как делать, я как часто говорят, кто-то хочет быть наркоманом, кто-то хочет быть алкоголиком, кто-то хочет быть педофилом, кто-то педиком, кто-то тем, кто-то этим, понимаете, я хочу быть нормальным человеком, полезным человеком для вас, думаю, это хорошо, хотите тоже, будьте, я хочу, чтобы моя птица была бодрая, здоровая, без наркотика, без микрофт, без допинга, я к этому стремлюсь, так что выбирайте сами, что вы хотите, удачи всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!